В Крае заготавливать хвойные деревья Они будут патрулировать леса и дежурить на дорогах Края Главная задача – предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников Купить ели можно будет на елочных базарах, которые будут работать во второй декаде декабря Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» Гостем в нашей студии сегодня будет депутат районного совета Андрей Матвиенко И в начале выпуска напомним о главных событиях недели в нашем телеобзоре Вспомним самые важные и интересные факты, уже ставшие историей нашего района В райцентре закончились встречи в коллективах, их прошло семь По информации главы администрации городского поселка Северо-Енисейский Нины Тифановой Жители задали 34 вопроса Каждое обращение к властям на встрече было актуальным По прохождению медосмотров на территории, капитальным ремонтом, уличному освещению Все вопросы приняты к исполнению В пожарной части номер 94 районного центра пополнение автопарка Новая автоцистерна оснащена всем необходимым для спасения жизни и имущества северо-енесейцев В районном центре состоялась встреча представителей территориальных общественных самоуправлений И руководства администрации городского поселка Северо-Енисейский В ходе круглого стола определены основные направления деятельности на 2020 год Озвучены подготовленные для ТОС конкурсы В детском саду Иволга одно из направлений воспитания детей – привлечение к процессу родителей А как еще веселее провести время, как не в спортивном азарте Поэтому для детей и родителей двух младших групп провели веселые старты Одна из последних сессий районного совета прошла в конце ноября Ее повестка была довольно насыщенной и разнообразной Депутатский корпус рассмотрел 24 вопроса Сессия, как никогда, была достаточно протяженной Обсуждение вопросов длилось два часа О самых важных решениях сейчас расскажем В повестку дня заседания было включено 24 вопроса В том числе рассмотренные на публичных слушаниях Стратегия социально-экономического развития района до 2030 года В связи с широким развитием Института территориального общественного самоуправления В районе депутатами была утверждена типовая форма устава ТОС Которая может быть утверждена гражданами на учредительном собрании при создании ТОС Или взята за основу при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию общего собрания ТОС По решению главы района, одобренному депутатским корпусом С 1 января 2020 года рейсовый автобус в городском поселке Северо-Янисейском Будет работать до 21 часа 40 минут Будут добавлены два дополнительных рейса Для указанных целей размер субсидий из бюджета Направляемый перевозчику будет увеличен Уточнены налогооблагаемая база и порядок обращения за льготой по налогу на имущество физических лиц В связи с тем, что в настоящее время агентством по управлению государственным имуществом края Выполняются землеустроительные работы по изменению описания местоположения границ муниципальных образований края Депутаты согласовали уточненную по результатам таких работ границу Северо-Янисейского района Со смежными границами Мотыгинского, Эвенкийского и Янисейского районов Инициативные расходы по обеспечению отдыха и оздоровления детей Обеспечению школьников первых-пятых классов витаминизированным молоком Финансовому участию в осуществлении переданных госполномочий приняты депутатами Утвержден также перечень пищевых продуктов, включаемых в расчет субсидий На возмещение фактически понесенных затрат Связанных с реализацией населения Северо-Янисейского района пищевых продуктов В части затрат по доставке указанных продуктов Включая транспортно-заготовительные расходы Которые содержат не только продукты из потребительской корзины Но и учитывает фактический спрос населения В частности, он дополнен детским питанием, соками, орехами Также сформирован и принят депутатами бездефицитный бюджет на следующий год Это значит, что, как и в прежние годы, мы будем строить больше жилья и других социальных объектов Синопское сражение далекого 1853 года Это морской бой между русской и турецкой эскадрами В Синопской бухте Крыма Синоп был важной перевалочной базой этого сражения Черноморскому флоту России была поставлена задача данный канал перекрыть За две недели до сражения пленные с захваченного турецкого парохода показали В Синопской бухте группируются корабли Сражение закончилось победой российской эскадры День воинской славы России 1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова Разгромила турецкий флот у мыса Синоп Победой в последнем сражении эпохи парусников Русский флот получил полное господство в Черном море И сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе Сейчас в нашей программе «Итоги недели» гость Я хотел бы вам представить депутата районного совета Нашего депутатского сообщества, будем говорить Андрея Матвиенко Добрый день Добрый день Дело в том, что вы возглавляете очень такую важную комиссию Куда входит? Можно не перечислять, но промышленность туда входит А золотодобыча в районе 96% Это большой куш, такой бюджетный Поэтому очень важно и с этой стороны будут расспрашивать Я заботилась, знаете, каким вопросом? Дело в том, что состоялся съезд Единой России И там выборы через два года Но уже задача стоит 311 мест в Государственной Думе России занять У нас как-то вот эта тема немножечко буксует Потому что если начать с нашей статистики Вот 21 депутат в нашем районном совете Из них 18, считаем мы, Единая Россия И два от ЛДПР, и два от КПРФ Ну, вы у нас одномандатник Я одномандатник, и состою по фракции Единой России Но вы же прекрасно знаете нашу политику Мы делимся по партиям У нас одна партия, Северонисейский район Поэтому не ждите острых баталий Но оно же не зарегистрировано, как это мы говорим Почему? У нас фракции официально зарегистрированы в нашем райсовете Единой России, коммунисты и ЛДПРФ Это да, а что Северонисейский район Это мы говорим, то есть это мы призываем жить мирно Решать вопросы для жителей Задача у всех одна Что у той партии, у трех партий Хорошо Дело в том, что вы не в партии тогда, получается, да? Или на подступах Я сочувствующий, да? Сочувствующий, а я хотела поговорить Ирина Васильевна, я только всегда говорю так Что я люблю одну партию, где я начинал работать Это геолога, раздачная партия, а о полюс Все понятно Вот, а как вы рассматриваете само депутатство? Это работа на территории или что-то еще? Нет, ну, во-первых, доверие, которое ты обязан оправдать Это работа, это посещение сессий Это быть внимательным, смотреть, чтобы никак права не были, не нарушались Я не скажу, что нарушаются, но вот нам, в Северонисейске, жаловаться грех У нас мини-Швейцария Поэтому, в первую очередь, это ответственность, конечно Ну, вот на последнем съезде выступал президент И он сказал, что партия – это служение Вот вы принимаете это, партия или не партия Все равно работа на людей Можно и сюда перенести Это ведь служение Не служба, а служение Это служение, но понимание, даже ты в партии, не в партии Какая разница, надо же приносить пользу своим людям Поэтому не обязательно быть членом партии, чтобы принести пользу району Ну, вот сейчас о пользе и поговорим Последняя сессия, она была обширна Два часа заседания 24 вопроса Но, вот прежде чем обсуждать там какие-то главные позиции Мне кажется, можно сказать о положительном опыте нашего района в том Что сначала идет рабочая сессия Где можно выяснить, задать все вопросы И второе идет Я называю парадная Да, уже парадная, уже мы гостевые Все смотрят, слушают, знакомятся с цифрами А вы уже это знаете И вы всегда голосуете положительно На парадной сессии, для чего и проводится То, что вы называете рабочая сессия Ну, правильно называется совместное заседание комиссии Не обязательно нужно прорвиться прямо перед сессией Но может быть за несколько дней до сессии В комиссии все это может быть рассматриваться еще заранее И поэтому, если возникают какие-то шероховатости Недоработанные вопросы Вот именно на стадии до сессии Эти все вопросы заворачиваются И на парадную сессию Вводятся уже вопросы, которые со всеми согласованы И поэтому такой получается эффект Что все положительно проголосовали за Да, такой оттенок слова Парадный, парадный мундир Парадная сессия Да, да, да И вот давайте тогда так Смотрите, 24 вопроса были рассмотрены Вы проголосовали все за Вот какие вопросы вы на рабочей сессии задавали Что-то было неясно Потому что... Не, ну, всегда вопросов много по бюджету Однозначно Но Анжелика Недоровна всегда хорошо отвечает Все понятно Технические вопросы, которые были там тоже в этой сессии Тоже вопросы задавались Но основной вопрос всегда по бюджету Что будем строить, что не будем строить Куда перенесем деньги Кто освоил, кто не освоил Солько дефицит Это более, самое актуальное, это деньги Да, вот вчера в газете Северо-Ансейский Вестник Ну, вышедший Как раз есть статья о том, что Бюджет на этот год Планируется с профицитом На следующий год, вы имеете в виду? На следующий, конечно На следующий, конечно А вот за счет чего? Как бы вы объяснили своим избирателям? Смотрите, тут еще об этом говорить рано Сейчас меняется задагнательство Федеральное и краевое И налог на прибыль предприятий В том числе наших, золотодобывающих Сейчас мы получаем 5% По плану у нас будет 10% Оставаться в районе Не все будет уходить в Москву И вот если это все произойдет Тогда уже наш бюджет станет профицитным Который вчера мы бюджет Ой, ну то есть если рассматривали Там у нас около 150 миллионов дефицит еще был Хорошо, если будет Раньше у нас 30% оставалось в районе Сейчас 5 Хорошо, если будет 10% Мы только за А куда деньги потратить Вы сами знаете Ну да, есть что Мы найдем, что построить Построить, облагородить В ТОСы вложить Ну, в общем, есть что Вот я знаю, что вот На вашем округе есть Всякие избиратели Ну, во всяком случае Вам доверяют Вы часто с ней встречаетесь У вас есть определенные дни приема Или так, выбрали, выносите и все Нет, нет Вообще, знаете Сотовый телефон есть буквально везде Мой официально График приема первое число месяца В помещении приемной Единой России Но людей звонково гонять туда Мне не позволяет совесть Поэтому они мне звонят Либо мы по телефону берут премьера совета Я с ними встречаюсь Когда на выходных Без разницы, суббота, не суббота Все, оформляем карточку Приема заявителя Вопрос в работу И занимаюсь Потом опишу ответ Какой сложности вопросы Вот вы решали Ну, в последнее время Или в последний год Потому что Есть такие маленькие вопросы Когда человека обидели Да, он чем-то недоволен Он высказывает свое предложение А есть там, где нужно Вот просто внедряться Найти работу, скажем Да Или там Ну, как-то, может быть С банком вопросы решить Мошенников-то много сейчас Ну, знаете, нельзя путать Что некоторые люди обращаются Которые должны уже Их дела рассматриваются в суде То есть мы не можем Подменять собой суды Поэтому на такие вопросы Мы отвечаем Очень вежливо Что это не наша компетенция Пожалуйста, там в суд Обращай еще куда-то Ну, когда люди считают Что их права нарушены Хотя Я по одному вопросу разбирался Там, я считаю Никаких нарушений прав нет Судя в другом Что, вот, говорите, банк Общаемся плотно Со Сбербанком Руководители Сбербанка Приезжали к нам В гости Мы с ними ездили Смотрели Как строится наш Сбербанк Ремонт происходит Подрядчики обещали Открыть Договорились, что не поставят Крусуточный банкомат В этом Сбербанке Даже и такие вопросы По трудоустройству Ну, конечно, стараемся помочь Узнать, где я работаю И кто люди обращаются При возбужденной Клодификации Мы помогаем А просто, в основном Касается, знаете, такого Ну, бытового характера Что, вот, последнее обращение было Это освещение на улицах Мы проехали, посмотрели тоже И администрация поселка Как раз по этому вопросу Тоже занимается По всем улицам поселка Что фонарь через один работает Но, опять же, понимаем Что у нас же 44-й ФСЗ Мы должны купить то, что подешевле Поэтому качество фонарей Которые на улицах стоят Оставляет желать лучшего Сейчас, я думаю На фонари-то деньги найдем Купим, заменим Но у нас, как полярная ночь Да, и без фонарей, я думаю Ну, никак нельзя Андрей Анатольевич Так я же ваш избиратель Я на Донского живу Я бы произнесла, знаете, вот какую Мне кажется, это для всего депутатского корпуса Надо, наверное, власти помогать Нет у нас нотариуса И это такая большая проблема Сейчас это раз Это вот эта тема Вторая тема Люди, которые устраиваются на работу По закону Должны принести справку О состоянии здоровья Пройти комиссию Но пока комиссию у нас ЦРБ В связи со сменой состава И так далее Не может представить Вот как помочь этим двум вопросам Это вопросы каждого человека Ну, большинство Да, я очень в курсе этих вопросов Что медкомиссия на оружие На водительское удостоверение Люди ездили в Лиссибирск Краснояр слетает С главным врачом Тоже по этому поводу встречались Разговаривали Единственное, что привлечь кадры Но психиатра они взяли Сейчас надо ее переобучить У нас проблема в этих медкомиссиях Отсутствие нарколога Обученного Ну и опять же тоже На север Заманить специалистов Да, как и к нам Да, не так все просто И поэтому Глава тоже навстречу идет Жилье им всем подоставляется Но вот Сейчас я знаю Главный врач ездил Буквально в этом же месяце Встречался с будущими выпускниками Мединститута Или медакадемия называется Он по этому вопросу Он занимается и работает Это мне известно По нотариусу Значит Один желающий был Сначала хотели оформить документы Чтобы часть полномочий Возложить на администрацию района Там только купи Заверить документы Самый минимум Потом вроде нашелся Желающий доброволец Должен был приехать Но сейчас почему-то отказался Почему Я не знаю И я знаю Что еще одна Знакомая Тоже юрист по образованию Вроде как собирается Быть нотариусом В такой ситуации Это уже возникает периодически В шестом году Тоже по-моему У нас не было нотариуса Чтобы я себе помню Что я ездил в Лиссибирск Ну это действительно сложно Потому что очень много Забот у отделов Муниципалитета Да Вот там люди покупают Ипотеку И так далее На администрацию Это возлагать Нельзя однозначно Потому что Они не обучены И не специалисты Чтобы нотариусам Работать без ошибок Это надо Определенный опыт Потом можно Таких бед наворотить Только нотариуса Минюст Воспитывать И чтобы Славить сюда человека Ну Врачу помощь Мы уже говорили Дело в том Что каждый месяц Мы даем такой материал Какие законы Будут работать Вот допустим В сентябре Октябре Ноябре И в декабре В декабре Это отмашка президента Новый закон О распределении Людей Которые учились На бюджете Медиков Возвращать В территории Поэтому уже Уговаривать не надо будет Просто их брать Учить Там наставников Еще что-то И Ну Есть же у нас И Тюменцева Да Приехала Здесь работает Ваша коллега Да И Тимофей Да Хирург наш Это Я понимаю Что с нулем Прийти Прийти к молодому врачу Вспомнить Сколько у нас По целевому обучаются От медиков Вы знаете Сколько по целевому Я думаю Что мы в том году Или когда раньше Не посылали по целевому От бюджета Мало Да Или еще доучиваются Или Да Поэтому Ну во всяком случае Вот уже Голод на медицинские кадры Есть в России Не только у нас А север Это чувствует быстрее И вот последний вопрос Вот К чьему мнению Вы прислушиваетесь Вот на нашей территории Есть такой авторитет Или какие-то люди Которые оно умеют Повести за собой Не Ну это однозначно Наш авторитет Глава Шрам Отделяющие это Из запросов Ну и Мои руководители В компании Тоже умудренные Жизнью Опытные товарищи Я вот в вашей газете Прочитала Значит Если не хватает времени Ваш коллега Скорик Да Это он сейчас Инженер Он отвечает на этот вопрос Так Раньше вставать Позже ложиться Неужели вы тоже Так думаете Чтобы решить вопрос Надо раньше вставать Позже ложиться У нас есть другой руководитель Высшего звена Александр Валерьевич Опиренко Он говорит Так У вас Еще ночь впереди А Это хорошо Как студентам Вот И Последний уж Вопрос Планируете ли вы Участвовать Ну я думаю Что должны В ближайших выборах Тем более Ну выборы Уже Муниципальник Елена Васильевна Это решать не мне Это решать вам Избирателям Я одному отдатник Вы просите Я пойду Нет Значит нет Ну конечно попросим Давайте нам Вот эти вопросы Решайте Мы готовы Мы за теми Кто решает Я агитировать не собираюсь За каждым человеком Стоят его дела и поступки Поэтому надо на них смотреть И уже потом думать Из этого исходить С нами был сегодня на программе Ну человек оптимистичный И хороший депутат Андрей Матвиенко Спасибо Всего доброго Побратимские связи Между городами и землями Разных государств Известны в мире уже много десятилетий Люди встречаются Обмениваются культурными традициями Работают над разными проектами Которые им интересны Началась такая история Между нашим Северо-Енисейским районом И городом Солигорском Республики Беларусь Последняя поездка Состоялась летом нынешнего года А на зимних каникулах Мы ждем с ответным визитом Делегацию из Республики Беларусь Сейчас посмотрите материал Который расскажет вам О перспективах нашего побратимства Солигорск развивает Побратимские связи Столицу белорусских шахтеров Посетил глава Северо-Енисейского района Красноярского края Ишмурат Гайнуддинов Договор о дружбе и сотрудничестве Между Солигорском и Муниципальным образованием Северо-Енисейский район Был подписан 24 августа 2018 года Это уже второй визит Делегации побратимов Ишмурат Гайнуддинов Впервые посетил Солигорск Глава Северо-Енисейского района Встретился с руководством Солигорского райисполкома И посетил ряд объектов Дошкольный центр развития ребенка Планета детства Больниц успели у лечения Побывал в производственных цехах Невы холдинг Как отметил глава Северо-Енисейского района В интервью нашему каналу У Солигорска и Северо-Енисейского района Много общего В первую очередь Это горнодобывающее производство Северо-Енисейский район Является лидером по объемам золотодобычи Не только в крае, но и в России в целом Добывая практически 20% всей добычи золота России В карьерах Северо-Енисейского района Успешно работают белорусские белазы Так же как и у вас, так и у нас В общем-то Много внимания уделяется Благоустроительным работам Строительству, жилья Много внимания уделяется идеологии Как основе проживания Любого человеческого сообщества Вот Потому что что в голове, то и оно потом вокруг тебя Вот это как-то оно Наверное, как-то роднит Ваши люди у нас работали, увидели И сделали такое предложение Что да, можно стать побратимами Мы это дело приняли И вот, как видите, уже год Дальше больше мы будем, наверное, развиваться По пути культуры По пути обмена делегациями По профессионалам Именно Нашего исполнительного органа Международный праздник в честь матерей Прошел по всем поселкам района Дома культуры были полны зрителей На сцену поднимались дети Чтобы поздравить своих мам Песнями, танцами, стихами И действительно Специальный праздник, когда мамы чествуются Только за то, что они мамы Празднуется в России уже 21 раз Такой день в календаре Подчеркивает статус мам Очевидцем этого праздника Была наш корреспондент Наталья Колесникова О прекрасном празднике для мам Посмотрите в нашей программе далее А я и мои коллеги На этом с вами прощаемся Приятных вам выходных Мама, мамочка, мамуля Во все времена и во всех народах Почитают матерей И не случайно был учрежден праздник Посвященный женщинам Носящим высокое звание «Мама» День матери сравнительно Молодой праздник Но отличный повод отдать дань уважения Тем, кто подарил нам жизнь В районном Доме культуры состоялся Праздничный концерт Посвященный самым любимым мамам Ты мой яркий свет в оконце Мама, милая моя Мама, как с тобою славно Ты как лучик в тесной мгле Было, есть и будет Главное слово Мама на земле Средители полный зал В основном, конечно, женщины Мамы и бабушки У большинства на сцене выступают дети и внуки Именно на них такую любовь они смотрят из зала А малыши и рады стараться Стоит сказать, что все номера детские Здесь и творческие коллективы И воспитанники детских садов С песнями, танцами и стихами Кто на свете лучше все У кого веселый смех Вам секрет открою я Это мамочка моя Тебя крепко обнимаю Из нее мамы поздравляю Я желаю, чтоб всегда Ты счастливую была Музыкальные поздравления детей Создают особую атмосферу в зрительном зале И даже если мотив и слова были Не совсем про маму Все равно каждый танец Каждая строчка для нее Музыкальные поздравления Выйду в утречку без дома Красную шапочку с купоном В темном лесу не пойду Все рыбок живет в лесу Ладушки, ладушки Отнесу оладушки Отнесу оладушки Для любимой бабушки Ладушки, ладушки Отнесу оладушки Для любимой бабушки И не важно, сколько тебе лет Пять или пятьдесят В любом возрасте Поздравления для мамы Звучат одинаково искренне Но только с годами Приходит понимание Что мама всегда права Заводила мама Эй, пройдет и ночь И твои печали Унесут со мной Сынешком я упрямо В этом зря беда Что по синим небам Я беда Мама, почему моя милая Мама, в эту ночь загрустила я Говорила с улыбкой, мама Почему ты всегда упряма Да-да-да-да-да-да Говорила с улыбкой, мама Да-да-да-да-да Что от жизни я знаю мало Да-да-да-да-да-да Особенно рады каждому выступлению Мамы, мам и пап А проще говоря, бабушки В первую очередь Те, у кого внуки очень далеко Но и те, кто о них только мечтает Малыши из детского сада Прям очень понравились Такие хорошенькие вообще Очень приятно Детская непосредственность Они как на душе есть Так все И рассказывают Какие чувства есть у них К мамам, бабушкам Так они все и рассказывают Поэтому очень интересно И душевно Есть, у меня есть внуки Вот поэтому, наверное, пока Нам уже внуков сказать Конечно Ждем, ждем, не дождемся внуков Сильно хочется А ваши внуки не выступали? Нет, я не из поселка Вахтовым методом работают? Поэтому вам и приятнее Сегодня получить подарок Ну да, конечно Все поближе, кажется К праздничному концерту Участники готовились долги Я понимаю всю ответственность На тебя будет любоваться Любимая мамочка И пусть не все получается С первого раза Важнее чувства и эмоции Рано утром солнышко На моей подушке Подарила солнышко Жаркие веснушки Умывалась мамой Щечки мыла мы Но не в грязь Щечки сходили Веснушки 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 Маме Но наверное до того момента Пока не появятся Собственные дети И тогда все Начинается вновь Счастлив тот Кто вырос под заботливым теплом И светом материнского взгляда С детства знает материнскую любовь Ласку И заботу Мама Мамочка Ее глаза сияют счастьем Если у тебя в жизни Складывается все удачно Ее сердце Разрывается от боли И тоски Если тебе плохо Это она не спала ночами Сидя у твоей кроватки Когда тебе было больно Мама Мамочка Она живет твоим дыханием Твоими слезами Твоими успехами Твоими улыбками Сегодня музыкальных и творческих подарков Хватило на всех